Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 20 августа день Марина, назван в честь святых мучеников Марина и Астерия. Марин был воином, товарищи по полку призвали его на место сотника. И когда Марин готовился занять это место, другой воин, завидуя и сам желая сделаться сотником, подошел к суде и открыл ему, что Марин, как христианин, не хочет приносить жертвы богам и изображениям царей, а потому такого человека в силу римских законов нельзя ставить сотником. За отказ принести жертвы ложным богам Марина обезглавили. В народе этот день называли Марины Пимены. Отмечали наступление осени и постепенное завершение лета. После этого дня больше не ходили в лес за малиной, а на столе обязательно должны были быть пироги с малиновой начинкой. Ими отмечали завершение лета. Двойное название этот день получил по имени двух мучеников, преподобного Пимена и мученика Марина. Пимен по прозвищу Многоболезный с детства был подвержен различным хворям. Однажды Пимен попросил родителей отвезти его в Киево-Печорскую Лавру. Там он просил Бога не об исцелении, а об продлении и страдании. Там же он стал монахом. Долгие годы преподобный болел и за ним некому было ухаживать. Однако он смог сам исцелить другого монаха от тяжелых недугов. При этом взял с него обещание ухаживать за ним до самой смерти. Монах выздоровел, позабыл о своем обещании, но вскоре он снова был поражен тяжелой хворью. Пимен вновь его излечил, после чего монах стал за ним ухаживать. Сам Пимен стал полностью здоров за три дня до своей смерти. Он завершил все свои дела, просился с родственниками и умер. Приметы. Аисты готовятся улетать на зимовку, осень будет холодная. Если сегодня утренний туман после восхода солнца рассеивается быстро, это к хорошей погоде. Мы можем дать такое напутствие на авторскую рецептуру для наших зрителей. Вот основа-то в чем? Это овощной суп с проросшей пшеницей. Это наш главный секрет. А овощи люди могут добавлять и комбинировать по своему желанию. Это точно. Здесь должно быть действительно творчество. Хотите морковочки больше, меньше, слеколки побольше или поменьше, сельдерея и прочее. И я еще хочу рассказать о том, как себя вести за столом. Дело в том, что за столом, когда мы садимся, помолились. Прием пищи – это должен быть такой, ну, своего рода таинство, потому что во время него мы с вами строим свое тело и здоровье. Поэтому никаких не должно быть разговоров, каких-то деловых или еще чего-то, чтобы не отвлекался ум на какие-то там такие процессы, совершенно противоположные нашему здоровью. Наоборот, шутки, веселье, какая-то там радость такая вот, семья объединилась за столом, поглощаем пищу, тщательно жуем, это будет то, что надо. А когда наоборот человек начинает все вот это вот, еще ругается за столом, вот они встретились для того, чтобы выяснять отношения во время приема пищи. Это вообще недопустимо, такого не должно быть. Поэтому люди потом, они удивляются, а почему у них давление повышено, а почему у них там, допустим, кости начинают разжижаться или там куда-то там остеопороз возникает. А потому что мало обращают внимания на свою ежедневную жизнь, которая включает, конечно же, и трапезу, которой стоит относиться грамотно. И при этом эмоциями во время поглощения пищи они себя разрушают. То есть этого не должно быть. Сейчас еще раз попробую картошечку, потому что мне кажется, что мне не имеет смысла. Давайте, давайте. Кстати, как раз вот в этой вот кожуре содержится гораздо больше микроэлементов, нежели в середине. И более того, под самой кожурой находится особый слой таких, будем говорить, веществ. Он содержит много ферментов, которые помогают расщеплять картофель. А я добавляю закладывающую свекру. И вот картофель это засидит, на самом деле, будем считать, что готовится. А сельдерей я-то еще не добавила. Вот этот вот сельдерейчик. Будет сейчас самое время, да? Да. Хорошо. Добавляем сельдерей. Так, зелень мы будем, чтобы украшать? Зелень мы сейчас мелько порежем и будем добавлять практически уже готовое блюдо. Почему? Потому что, ну, она быстро разваривается. И чтобы, знаете, сохранила свою, как бы сказать, первозданность, сохранила свою хрустинку, тогда она будет, ну, полезная, да, хорошая и желанная. А когда все разварится в какую-то бумагу такую, знаете, то толку не будет. А я вспомнила, какой эпизод. Вот, например, заходит компания в кафе, действительно хотят поесть. И вот в этой компании есть курящие, а есть некурящие. Вот на что я обращала внимание. Стоит эта компания, и люди, значит, ну, мэтр-дотель спрашивают, вам курящий зал или некурящий? И те, которые некурящие, стоят и молчат. А я сейчас понимаю, люди некурящие, говорите, мы выбираем некурящие. Почему? Потому что вот эта атмосфера, этого дыма тоже сказывается отрицательно. Отрицательно сказывается на нашем здоровье. На нашем здоровье, именно во время приема пищи. И, кстати, правильно. Достаивайте на некурящем зале. Правильно, правильно. Я думаю, что скоро как раз закон этот выйдет, и уже меньше будет курить гораздо. Так вот, Таня подняла очень интересную еще тему. Вот вы зашли действительно в кафе покушать, а рядом там люди сидят, они могут как-то сквернословить или еще что-то говорить. И вы знаете, есть довольно-таки неприятно. И что получается? Когда человек еще сквернословит, особенно за столом, то тем самым вот эти скверные слова, как мы уже ранее говорили, притягивают сущности, которые могут войти в еду, питье и так далее. И потом, естественно, попадает вам, и ни о каком здоровье не может быть речи. Что надо в этом случае сделать? Обязательно, как только услышите матерное слово, вы хотя бы про себя там кратко молитву... Какой-то пример. Господи помилуй. Господи помилуй. И хотя бы так мысленно перекрестите пищу. Мысленно перекрестите пищу. Как только мы с вами мысленно перекрещиваем пищу, то та негативная информация, которая от слова влетела в нее и потом попадает в ваш организм... Знаете, вот трудно это все понимать, но благодаря тому, что у нас появились компьютеры, и мы входим в интернет, и оттуда лезут вирусы. Хотим мы того, не хотим мы того. Так вот любое слово, оказывается, плохое, оно как вирус начинает, входит в нашу систему и начинает потихонечку ее разрушать. У них это сильнее, у других это меньше. Организм старается все это преодолеть, чтобы, как бы сказать, наша система работала нормально. Поэтому услышали матерное слово? Раз, там, мысленно перекрестили. Раз, два, три. И все, и после. И на то самое время закладывайте. Нет, 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 нет. Вот, Танюша наша спешит. Ни в коем случае. Смотрите, вода еще кипит. Кипит. Кипиток, представляете, зерно, оно живое, оно растет, и только она сразу в кипяток попала. Что получается? Как только она попала, вот, она чувствует ожог, она чувствует боль, и поэтому там и белки там сворачиваются, и витамины там разрушаются. Подождем, подождем, как только у нас остыть. Я выключила, я выключила, она готова. Хорошо, хорошо. Только соль надо добавить. Соль будем по вкусу добавлять непосредственно. В блюдо, да? В блюдо. Вот, как только температура снижается до 45 градусов, это та температура, при которой не разрушаются ни белки, ни витамины, мы тогда уже в готовое блюдо, каждый берет себе там одну ложечку, две ложечки прорушивающейся. Красота везде должна быть, потому что красота – это признак гармонии, признак душевной радости, и когда все это делается вот действительно красиво, то человек получает, ну ищет, Бог говорит, с пищей такие благоприятные эмоции, которые начинают питать его душу. Потому что пища питает наше тело, а возвышенное мышление, обращение к Богу с молитвой, способствует тому, что оно питает еще душу. Кстати, вот это вот блюдо, которое мы с вами приготовили во время поста, очень удачно. Здесь не содержится никакой животной пищи, поэтому его можно смело есть, а проросшая пшеница, которая здесь содержится, сейчас уже будет содержаться, да? Она дает силу, насыщение и снабжает нас всеми витаминами. Некоторые говорят, а во время поста вот можно витаминки есть для того, чтобы там, ну, все-таки для витаминов? Поддержать, да, да. Нет, вот эта пища будет как раз снабжать нас всем. То есть ответ можно, вот они самые витамины. Итак, ты сколько будешь? Я к вам покажу. Хорошо, мне две столовые ложечки. Вот, а с горкой две одна. Вот, хорошо. Ну и мне тогда полторы. Давай, полторы. 20 минут и готово замечательное блюдо. А вот для тех, кто поститься хочет, но чувствует слабость, делайте по средам и по пятницам. И одного аппетита. Так, приятного аппетита. Так. А я, знаете, еще так пою. Господи, богослови пищу, когда же нам посылаешь, приятного аппетита. И начинаем. Кстати, когда ешь проросшую пшеницу, она так приятно похрустывает на зубах. Постный супчик. Постный супчик. Мило. Можешь добавить туда соли. Могу. Могу перца. Я думаю, что программу заканчивая, мы оставим за собой право доесть уже после программы. Но я уверена, что после того, как мы с вами доедим, просто поблагодарим Бога за то, что дал нам эту пищу. Да. И помните, что вот мы думаем, что это мы поедаем. На самом деле, если взять по большому счету, Господь Бог через нас поедает. Поэтому насыщайтесь ровно столько, сколько вам надо. Не переедайте. И Господь вам воздаст здоровьем и благополучием. Будьте здоровы. До встречи. 19-е лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обольщению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутиной. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. 20-е лунные сутки. Энеритика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнение, принять решение и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание либо ходьба на ягодицах. Благодарю за просмотр. Доброго здоровья и до новых встреч!